В Симферополе выбрали самую красивую девушку полуострова. В Государственном академическом театре Республики прошел конкурс красоты и культуры «Крымская красавица-2015». 23 участницы выходили на сцену в национальных костюмах, свадебных платьях и современной одежде. Кроме внешних данных, жюри оценивали интеллектуальные, артистические и даже кулинарные способности девушек. Кто получил корону победительницы, знает Артем Артеменко. В гримерке девушек атмосфера легкого хаоса. Кто-то красуется перед зеркалом, а кому-то заканчивают наносить последние штрихи макияжа. Я себе победу не желаю. Я желаю, чтобы хорошо выступить на сцене и проявить себя с хорошей стороны. Для меня победа не главное. Просто хотелось бы получить хороших эмоций, хороших впечатлений от этого мероприятия. И вот, когда пришло время, на сцене появились 23 крымские красавицы, представляющие 10 национальностей, проживающих на полуострове. Каждая девушка была в костюме своего народа. Одна из главных изюминок этого конкурса – обязательное приветствие зрителей на своем родном языке. На тот же конкурс крымская красавица не ест из голям, а честь представлял вам, но в это же свое общество. Мужчины растерялись от такого скопления красоты в зале. Своей естественностью крымчанки покорили сердце даже заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина, который, выйдя на сцену, не мог оторвать взгляд от прекрасных дам. Не знаю, кого смотреть, но все-таки воду на красавицу. Очень приятно приехать к вам и попасть на не просто конкурс, а конкурс красоты культуры. Конкурс красоты, на котором представлены 10 народов – это лакмусовая бумажка межнациональных отношений в Крыму. Для национального Крыма вот долгие годы сохранять эту традицию проведения такого замечательного конкурса, еще раз подчеркну, конкурса красоты и культуры – это большое достижение. Поэтому я считаю, что сам по себе праздник очень знаковый, очень важный для Крыма. А тем более сейчас, когда он проходит в преддверии первой годовщины, крымские весны. Борьба за корону крымская красавица 2015 в самом разгаре. Три с половиной месяца девушки часами репетировали и готовились к этому конкурсу. Сейчас каждый из участников старается показать свою национальную индивидуальность. Ведь на кону стоит не только популярность и рекламные контракты, а и самая главная возможность стать лицом российского Крыма. Последний этап конкурса – выход в свадебных платьях. Такого количества невест не всегда увидишь даже возле ЗАГСа. Настало время награждать участниц. Лучшей, по мнению пользователей интернета, стала крымская армянская красавица Шаганэ Микаэлян. Зрители в зале отдали свои предпочтения украинке Юлии Бондаренко. А больше всего голосов среди самих участниц набрала Анна Севастьянова, которая победила в номинации «Мисс Дружба». И вот кульминация вечера. Победила Ава Сейтумерова! Кроме короны и диплома победительницы, Ава Сейтумерова получила ряд подарков от спонсоров и главный приз – золотое кольцо крымской красавицы. Новоиспеченная «Мисс» не смогла сдержать слез радости. Это традиция, потому что с гордостью, с честью представить свой народ, показать все тонкости – это большой труд. В этом году организаторы Министерства внутренней политики, информации и связи, Комитет по делам межнациональных отношений и авторы конкурса подняли высокую планку, что вселяет уверенность в возможность выхода конкурса за пределы республиканского уровня. Команда профессионалов, которая у нас уже складывается, наверное, дает свои результаты. И, в общем, несмотря на то, что мероприятие действительно немножко затянулось, все прошло на качественном, хорошем уровне. Этим я довольна. Победительница Ава Сейтумерова в ближайшем будущем может официально стать лицом Крыма и представлять полуостров на всероссийских, а, возможно, и на международных конкурсах красоты. Артем Артеменко, Александр Смычек. Время новостей.